Всем доброе утро! Я решила заснять прям наше утро с утра, то есть мое утро с 5-месячным ребенком. Вот, мы проснулись сегодня в 7, и обычно мы просыпаемся с 7 до 8, вот, иногда бывает 6.30, иногда бывает 8.30, в общем, по-разному. Но обычно именно так. Сразу же меняем памперс, и еще лежим и смотрим мультики где-то минут 40, может быть, час. Потом мы переодеваемся из пижамы в обычную одежду дневную. Сегодня у нас, так как наступили прохладные денечки, пока что дома мы надеваем такой комбец велюровый, и под низ одела бодик. И такие носки, потому что смотрится, конечно, все дико, но дома, в принципе, почему нет. Вот этот вот комбец мы, естественно, куда-нибудь на выход не оденем, только дома мы его носим. Поэтому, все, идем готовить завтрак и завтракать. Идем, идем, идем. Я уже посадила его в стульчик, точнее, ну, он полулежа, естественно, потому что мы еще не сидим. Сейчас буду готовить ему кашу. Себе уже налила чай, обычный черный, без молока. Второе я пью. Грею себе сковородку, и сейчас ему буду делать кашку. Кашку мы едим обычно либо гречневую, либо кукурузную, либо рисовую. Ну, так как вчера мы рисовую не поели, потому что у нас почему-то не было аппетита с утра есть кашку, мы будем есть сейчас рисовую. Я сейчас вам покажу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой вот у меня завтрак, салатик и два яйца. И Мироша тоже будет кушать. Вот его кашка. Такая вот консистенция. Я всегда проверяю на то, что горячая она или нет. И даю. Ам! Видимо, она еще ему горячая. Ам! Вот. Теперь он кушает. Вот так вот мы завтракаем. Мы ушли на первый сон. Обычно у нас он... Очень страшно. Сейчас мы его снем обратно. Обычно у нас он наступает после завтрака, потому что еще кроме каши я докармливаю грудью. Обычно он засыпает с грудью, но иногда вот, например, как сегодня, потому что у нас зубы. И ночью было какой-то кошмар. Поэтому, вот. Я думала сначала на улице уложить его, но там дико холодно. Мне самой еще неприятно как-то и прям так и дома уложила на качельки. Вот эта вот качель очень сильно меня спасает, потому что на руках я его вообще скачать не могу. Моя поясница просто отваливается. Вот. И всем советую не приучать ребенка качать на руках. Кто-то говорит, что это нельзя сделать, он у меня только на руках засыпает. Или еще там по-разному, да, но там, допустим, в манежики качаете. Или где-то, поверьте, лучше качать в манежики, в качели, в шезлонге, но не на руках. Вот. Это самая такая ужасная ошибка, которую я допустила вообще в младенчестве. И вот иногда до сих пор приходится качать. Хотя уже все, уже я не качаю абсолютно на руках. На ночной сон он уходит сам, слава богу. Ну, то есть с ним просто надо рядом лежать. Вот. Вот так вот. Так что ладно, пойду делать свои дела. Видите, он немножко просыпается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как-то так проходит все мое утро. Вот. Я так немножко убрала кровать, развесила вещи. Ну, в принципе, все. Сейчас мне надо привести себя в порядок и что-нибудь тоже поделать. Обычно я, как уже говорила, наверное, сто тысяч раз, что на первый сон я обычно ничего не делаю, лежу, отдыхаю. Иногда бывает, я досыпаю. Ой, у меня какая-то мусоринка попала в нос. И вот он так щекотит. Вот. И поэтому, в принципе, я пока ничего не делаю. Я так вид убрала. Кстати, застелила новое, не новое, а толстое одеяло икеевское, потому что у нас сейчас холодно. Мы толком не отапливаем. Вчера включили печку. Ну, и то ребенок всю ночь не мог уснуть из-за жары. И, в общем, он не привык к жаре, и ему это его раздражает. Ему лучше, чтобы было прихладно. В общем, поэтому делать мы больше так не будем. И мы... Точнее, я заправила потеплее одеяло, потому что у нас лежали всего лишь пледы, и такое одеяло, которое вообще не греет. Просто оно, как, знаете, как тряпочка какая-то. Вот. Я тут продолжаю собирать детские вещи. У меня вот новая стопка вещей, которые нам маленькие, потому что... И вот эти вот носки, кстати, мелкие тоже. Все сложу, уберу, освобожу место. Мне нужно еще купить будет несколько носков длинных, которые... Ну, вот там чуть ли не до колена гольфа, потому что он их снимает. И теплые носки мне обязательно надо купить. И надо купить шапки. Потому что шапок у нас нет вчера. Вот шапку носили мы. Она уже нам маленькая, поэтому у нас осталась... А сейчас скажу, вот такая вот... Такие шапки, но они просто такие легенькие. Кстати, вот эти шапки мы покупали еще, когда ему был месяц в детском мире. Но тогда ему они были очень большие, поэтому сейчас уже просто нам как раз... Но шапки обязательно. Не знаю, где брать шапки. Пока мне только в детском мире понравились шапки. Очень дремя так себе. Надо еще будет заехать в Некст. Может, у них новое поступление было недавно. Девочки, помните, я вам обещала показать сайт по детскому питанию с хорошими скидками, где все удобно. В общем, вот он называется babyfood.kz для жителей Казахстана. Здесь мы выбираем город наш. И, в принципе, видите, 16% на Мэрис. В общем, здесь все. Мофикс. Все-все-все. И нажимаем смотреть каталог. Я, кстати, хотела посмотреть, сколько стоят подгузники Гун. Сейчас посмотрим. Вот молочные смеси тут всякие. Действительно, нет нашей смеси. Так. Что-то не могу понять. Вот каталог смеси. Кашки, пюре, соки, чай, йогурт и печенье. Питание для будущих кормящих мам. Продукты для малышей. Аксессуары для кормления тут даже есть и ухода. Так. Продукт. Вот оливковое масло. Смотрите, здесь есть. Флюоральпин. В детском мире тоже оно продается. Так, в принципе, легче. Не знаю, сколько стоит, где дешевле, если честно. Блин. Супчики, вермишель. Я куда-то не сюда нажала. Вот, смотрите, 10% на бабушкиного кошка сегодня товар дня. Ой, тут даже есть косметика, игрушки. Вот подгульники. Так. Подгульники. Хагисы. Вот наши любимые Хагисы Литсофт. Маленькая упаковка 2002-ка. Это правда Мэрисы. Так. Переключаем. Что тут у нас еще есть? Блин, мне, наверное, надо фильтр поставить. Я так буду долго. Так вот, гуннов тут нет. Я нашла Хагисы наши, Литсофт. Только я не понимаю, по-моему, это не трусики обычные. Стоит 2,500 за пачку маленькую. В пачке получается 21 штучка, тройка. Ну, в общем, цена, как видите, очень даже хорошая. И вот здесь, вот, например, если посмотреть, 8 штук, 8,200. То есть тоже отличная цена. В общем, у нас все планы поменялись. Я сейчас быстро готовлю ужин мужу. Не обращайте внимания на мои брови. Просто как-то так свет, что ли, упал. Или остальное все не такое яркое. В общем, нам нужно пройти было УЗИ сердца до 15-го числа. Вот, и так как все хорошие... Я просто не знала на самом деле, что на УЗИ оказывается такая плотная запись к хорошим специалистам. Кому попало, естественно, попадать не хочется, так как... Ну, это твой ребенок, и я лучше переплачу денег, лучше попаду, подожду и попаду к нормальным специалистам, нежели так, просто так, знаете. Так вот, и у нас есть очень такой классный медцентр, в общем, при роддоме, где именно они специализируются на кардиохирургии. Так вот, у них запись за два месяца, если вы по направлению бесплатно. Если плата, нас сегодня записали на 2.15, поэтому мы сейчас собираемся в темпе. Я готовлю сейчас параллельно ужин, параллельно у меня ребенок. Слава богу, что он сейчас спокойный, вот там лежит, смотрит мультики. Я его пока так отвлекаю. Надо будет только, я не знаю, что ему надеть, потому что погода обманчива. Придется брать с собой опять кучу вещей. Вот, сумку, такие дела. Мы сейчас у мамы, и каждый раз мы не уезжаем отсюда с пустыми руками, что туда прихватываем. Смотрите, какая штучка для носков, для трусов, для плотков, для слюнявчиков. Классная вещь. Такую вот я давно хотела купить, но нигде не могла найти. Также еще вот такие вот хлопковые шапочки. Он в них похож реально на Микки Маус, особенно в красный и черный. Черная на 6 месяцев, а эти две на 9 месяцев. Но они здесь могут регулироваться, поэтому мне кажется, что и в год тоже можно поносить. Классно закрывают уши, очень плотно сидят. Мы померили ее, потом покажу все. Так что это все надо постирать. Потому что сегодня я поняла, что у нас вообще нет шапок, чтобы сейчас носить. Сейчас уже похолодало. И вот такая вот красота. Альбом. Мой сыночек. В общем, альбом для записей. Я хотела такой на самом деле. Здесь вот всякие пометки, заметки, фото новорожденного. В общем, надо будет все распечатать. Ручка, ножка. И здесь еще, видите, всякие полезные советы по прикорму. Какие продукты. Все это интересно будет почитать. Даже тут есть схема прорезывания зубов. Вот. Так, что еще интересненького. Прививки. Ну, у нас, кстати, только... Это, по-моему, российские. У нас немножко все по-другому. Вот. Фото в 11 месяцев. В общем, классная штука. На память. Почему бы и нет. Точно вот шестой месяц. Как раз таки у нас сейчас будет. Скоро. Все. Будем изучать. Красивая очень такая бумага. В общем, вот такие вот дела. Сейчас переоденемся, да поедем домой. Что-то сегодня мы умотались. Нельзя. В рот. В рот. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...